Должен ли я приобретать объект на частное лицо или нужно открывать в Германии ООО или в немецких буквах ГМБГ? Распространенный и очень широкий вопрос. Ответ мы разделим на несколько частей. Сегодня первое. Поговорим о ГМБГ. ГМБГ вы должны открыть перед сделкой. Оно уже должно находиться в реестре, иметь регистрационный номер для того, чтобы выйти на сделку купли-продажи. То есть, ГМБГ может вести деятельность и до записи в реестре, но совершать сделки по купли-продаже сможет только после того, как в торговом реестре местного суда получен идентификационный номер. Сколько по времени открывается ГМБГ, зависит от того, где вы его регистрируете. В лестнице максимум 10 дней. В Берлине рассчитывайте на 3 недели. Минимальный уставной капитал в ГМБГ 25 тысяч евро. Оплата возможна частями, но лучше платить сразу. Желательно, чтобы устав готовил адвокат, а не нотариус, потому что нотариус может не учесть множество моментов, которые отражают ваши индивидуальные особенности. Наличие детей, семьи, партнеров и так далее. А вот регистрация ГМБГ возможна только у нотариуса. Можно ли открыть компанию по доверенности? Открыть можно, но по доверенности нельзя назначить директора. А для того, чтобы ГМБГ существовало, нужен директор. Поэтому для его назначения требуется личное присутствие учредителя. Представляет интересы ГМБГ именно директор. Он может быть учредителем, может не иметь гражданства ЕС, например, проживать в России и не знать немецкого языка. Но одновременно компания не может вести свою деятельность, если у нее нет представителя, который владел бы немецким языком и находился бы в Германии. Поэтому есть два варианта. Вы назначаете второго директора, который выполняет эти условия, или прокуриста. Это специалист, у которого есть доверенность от усередителя компании, представлять ее интересы. Обычно прокурист ограничен в своих правах. Он не имеет права продавать объект недвижимости или активы компании. Он не будет распоряжаться вашим имуществом по своему усмотрению. Собственно, ответ на вопрос, надо открывать ГМБГ или нет, находится в налоговой плоскости. Какие налоги платит ГМБГ? При сделках с недвижимостью их пять. При покупке это налог на приобретение недвижимости или приобретение земельного участка. В каждой земле он разный. При владении вы платите налог на землю, при покупке коммерческого объекта этот налог в некоторых случаях можно переложить на арендатор. Налог на прибыль или корпоративный. В Германии он составляет 15%. Налог на солидарность он был введен после объединения Германии и создан для поддержания Восточной Германии. Составляет пять процентов от налога на прибыль. С большой вероятностью его отменят. Возможно, вы смотрите этот сюжет, когда отмена уже произошла, но пока он есть. Промысловый налог. Он тоже высчитывается от прибыли. В каждом регионе он свой. Поэтому в Германии вы часто сможете увидеть, как крупная фирма работает в какой-то деревне, а не в крупном городе. Это связано именно с промысловым налогом. Его уплаты можно избежать. А как именно, я расскажу в одной из следующих серий. В целом, налог на прибыль, на солидарность и промысловый составляет примерно 25% от прибыли и больше. И несколько слов об НДС. НДС – налог на добавочную стоимость. Он возникает, когда мы что-то покупаем или продаем. НДС при сделке с недвижимостью может и не появляться. Это зависит от нескольких параметров. Возраста здания, периода, когда оно находится у вас в собственности и того, в каком виде платится аренда с НДС или нет. Например, когда в квартирах для долгосрочного проживания все договоры будут заключены без НДС. Также, если помещение у вас арендуют врачи или страховые агентства, которые не платят НДС за свои услуги. Они и аренду платят без этого налога. Здесь очень трудно говорить в общем. Ведь, если речь идет о торговой недвижимости, возникает множество нюансов. Вам не обойтись без консультации налогового советника или адвоката, который в этом разбирается. Не хочу давать информацию, которую можно интерпретировать неправильно. Стоит запомнить, если арендатор платит с НДС, есть вероятность того, что стоимость купли-продажи тоже будет с НДС. Нужен специалист, который избавит вас от этих выплат. Все-таки сумма большая – 19%. В заключении о налоговой отчетности юридического лица. Бухгалтерия по НДС ведется ежемесячно. В маленьких компаниях раз в год. В конце года бухгалтер и налоговый советник делают баланс. Директор компании должен подписать его. После этого документы отправляют в налоговую. Электронная отправка не отменяет личного подписания. Скорее всего, у вас будет кто-то, кто занимается ведением дел вашей компании. И это уже его задача. Все эти вопросы разрешить. Минимальная стоимость отчетности – 2000 евро за баланс и 90 евро в месяц за бухгалтерские услуги. И это зависит от размера НДС и того дохода, который вы получаете. В 23 серии нашего проекта. Какие налоги вас ждут в Германии и как их можно снизить? Подписывайтесь на YouTube-канал Прян.ру, ставьте лайки, спрашивайте и комментируйте. Ну, а чтобы не пропустить новые серии проекта, жмите на звоночек оповещения. Субтитры создавал DimaTorzok